Бодрейшего времени суток, друзья! Сегодня мы проведем социальный эксперимент. Представим такую ситуацию. Девушка сломала ногу и оказалась в инвалидном кресле. Ее задача добраться из точки А в точку Б на общественном транспорте. Кстати говоря, если мы не в курсе, автобусы оборудованы бандусом. Получится у нее это сделать или нет, узнаем прямо сейчас. Мы проверим два крупных ПТП Казани. ПТП номер 2 и ПТП 4. У каждого мы затестим три маршрута. Сейчас выясним, кто провалит тест. Автобусов пока нет. Я начинаю нервничать. О, по-моему, что-то наше едет. Вот он. Уезжает, потому что он остановился раньше. Мы только начали и уже провал. Автобус 10А ПТП 4 подъехал чуть раньше места самой остановки и быстро оттуда уехал. Даже не подумав о том, что на остановке может быть маломобильный человек. Ненавижу. Но почему он не мог? Ну, он остановился не там, где он должен был остановиться. Я доехать на коляске чисто физически не успеваю. Я что, дрифтер, что ли? Нет же, я махала. Он не видел. Вернее, он даже не смотрел. У него еще похер было. И мы продолжаем эксперимент, но на очереди маршрут номер 54. Можно, пожалуйста? Пандус. Ага. Спасибо большое. Где вы хотите? Мне вот остановку до университета проехать. Здесь все прошло идеально и по всем нормам. Кондуктор еще и успела пообщаться с Яной и посочувствовать ее истории. Да, до университета доехал. Угораздила. Прям во время зачета. Спасибо большое. Извините, пожалуйста. Я могу... Да, все месяцы. Да? Ну, тут... Тяжеловато просто меня вот так вот... Ааа! Испанцев? Да, тут может все-таки... Мы подойдем, пока мы панут, мне очень страшно. Да-да-да, он идет. Нет-нет-нет там... Ух, слава богу. Ой-ой-ой. Спасибо! Вроде нет. Нет, нормально, извините. Это все очень сложно. Я сломала ноготь, потому что мы не подумали о том, что нужны перчатки. И это не девчачий какой-то жалобный стон, а это правда очень больно было. Люди, кстати, добрые, потрясающие. Водитель элегантно, изящно вышел и опустил пандус. Душка, пять баллов. Просто лайк ставлю. Пандус есть? Да, можно, пожалуйста. Сейчас водитель пандус пустят. Меня... Ага. Давайте, давайте. Вы только посмотрите, и 29-й автобус прошел тест. Кстати, отдельное уважение мужчинам, которые охотно подрываются на помощь. Местами неуклюже, но все же. Поднимем? Да, наверное. Поднимайте. Ой, 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 ой. Все. Ух. Можно просто. Так, очень аккуратненько. Сейчас, секунду, секунду. Очень, 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 очень. Ой. Мы не могли бы докатить меня дотуда. Это, ладно, еще снег растаял. Спасибо, да. Спасибо большое. Спасибо, прям огромное. Ну, очень сложно, короче, ездить на этой коляске, потому что реально такое ощущение, что она развалится. Не, ну, в целом нормально. О-о-о. Абратно. Опа. Сейчас. Секунду. Кто тебе права выдал вообще? Ну, а мы начинаем проверку по ТП-2. Ой, кажется, мой автобус едет. Сейчас я ему помашу. Машу. Пожалуйста. Места достаточно. Да, спасибо большое. Ой, ой, ой. В 60-м пандус пускать не стали. Крючок не нашли или просто было лень, так и не поняли. Можно, пожалуйста, пандус отпустить? Но казанские мушкетеры не бросили леди в беде и взяли инициативу в свои руки. По-моему, у нас отвалилось что-то. Аккуратно. Спасибо большое. Спасибо. Подождите. Аккуратно, аккуратно. Пожалуйста. Вот сюда и я. Спасибо большое. Так. В этот раз мне пандус, короче, не дали. Очень много мужчин носит меня сегодня на руках. Это потрясающе тоже. Мне очень нравится. А вы бы не могли попросить кондуктора опустить пандус? Спасибо большое. И если вам не сложно, меня закатите. Опустить, пожалуйста. Есть ощущение, что эксперимент в целом идет хорошо, потому что у нас яркая и красивая девушка. Я не наживаю тормоз. Немножко. Спасибо большое. Извините. Остановка в улице Адераса. Вот там здесь? Да, вот здесь, пожалуйста. Вы тебе помогаете, пожалуйста. Спасибо большое. Только прямо очень аккуратно. Держите. Держу, держу, держу. Блин. Не могли бы вы меня приподнять сюда, пожалуйста, мне вот доехать прямо до этого? Так, колесо просто? Спасибо большое. Учитывая, что сейчас погодные условия в целом позволяют вот так вот ездить по асфальту, но когда гололед, ну это просто жесть. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Она не развалится по пути. Ты про меня или про коляску? Про коляску. А вот и наш сорок пятый. Здрасте. Да, вы не могли бы попросить, пожалуйста, кондуктора, да, отпустить пандус? Спасибо. Ах! Так, аккуратненько, пожалуйста. Ух, спасибо большое. Ой-ой-ой. Спасибо. Так. Ну я же говорил, что у нас девушка красивая. Ну вы гляньте, какой мимолетный флирт тут у нас случился. Можно, да, да, опустите, пожалуйста. Проблема, машина стояла. Он не может подъедать в борьбу. Да, это проблема на самом деле уже у меня. Давайте скатимся тогда. Да, да, да. Я потом, может быть, найду кого-нибудь, попрошу. Только прям аккуратно. Фух. Ой-ой-ой-ой. Не зато хотелось. Понял. Да, спасибо большое за помощь. Водители не подъезжают к бордюру не всегда, потому что они не думают об этом. Кондуктор прям попросил специально водителя подъехать к бордюру, но он просто не мог из-за того, что машина впереди. То есть люди думают о людях, но иногда обстоятельства не позволяют. По итогу есть провал и в ПТП номер 4, и в ПТП номер 2. У одних автобус остановился не в том месте и уехал, у других не стал опускать пандус для девушки на коляске. А вот чей косяк сильнее, напишите в комментариях. Это был проект Татарстанда. Всем адьос.